Благоустройство и коммунальные платежи – это те темы, которые волнуют жителей любого возраста. С волонтёрами, студентами и сотрудниками техникума имени Гагарина глава Люберец Владимир Ружицкий обсудил, какие изменения произошли в округе. Образование и культура – те сферы, в которых идёт активное развитие, и люберцы занимают высокие позиции. На почётном месте находится спорт. Представители округа достойно проявляют себя на областных, российских и международных соревнованиях. По многим позициям находимся в первой строчке Московской области. Это тоже заслуга, это наши традиции, которые уходят десятилетиями вглубь нашей истории. Наша задача – поддержать всё это. Актуальный на данный момент вопрос – ситуация с коронавирусом. В Люберцах на базе физкультурно-оздоровительного комплекса 1 июля 2021 года развернут временный госпиталь для пациентов с COVID-19. К сожалению, мы вынуждены, сейчас мы его опять переформатируем из спорта, опять ковидный госпиталь. Власти стремятся и дальше развивать медицину в Люберцах. В посёлке Октябрьский и микрорайоне «Самолёт» планируют построить поликлиники на 600 посещений в смену. Развивается в округе сфера жилищно-коммунального хозяйства. Целый ряд ежегодно котельных перестраиваем, готовим к зиме. И суть в том, что в целом нареканий жителей на тепло, на воду и так далее у нас практически нет. Есть какие-то текущие обращения, которые решаются в рабочем режиме. Пробки на дорогах – ещё одна тема, которая волнует люберчан. В реконструкции сейчас находятся две главные трассы округа. Это Октябрьский проспект и Урал-5. Работы планируют завершить к 2025 году. Водители грузовых и легковых машин смогут быстро и удобно ездить по Люберецким дорогам.